Уклиния мы из Матвеева Юлия Александровна из темы дизайна книги, посвященной русским псевдонам Диагелевым. Здравствуйте, уважаемая комиссия. Тема у нас нового дизайна книги, посвященная русским псевдонам Диагелевым. К данной теме мы подтолкнули книгу Александра Васильева, отсюда мы внести демонстрацию рассказных историй, которые повлияли на развитие нового. И там он удивил целую главу, посвященную как раз русским псевдонам. Он очень интересно рассказал, что побудило меня в дальнейшем изучении этой темы. Но федиографичный магазин основывался с тем, что как того, как издание, посвященное русским псевдонам, нет. То есть это либо биография Диагелева, либо какое-то подарочное издание, которое несет себя в культипута альбома. То есть моим запросам, отвечающим, нет издания. Я решила создавить его сама. А за основу книги я взяла, как быстро из сезона разделила, то есть в рамматическом порядке. Каждая глава — это новый сезон. Некоторые сезоны пришлось объединить, так как вместе они в рамках одной главы представляют основное явление, что более интересное для читателей. Таких классов получилось 13. Для издания это довольно широкая аудитория. Для всех, кто интересует искусство, кто-то хочет приобщиться с искусством, но интересует данные те же. То есть в большинстве издания — это люди 18 до 65 лет. Объем издания — 126 полос, плюс обложка. Формат альбомный — 240 на 180 миллиметров. Я главный кей-дизайнер послужил театр, как главная моя ассоциация с полетом. Так как именно в театре мы идем смотреть, смотреть полет, мектакли, и где на театральной сцене разворачиваются ее действия. То есть отсюда и выбор горизонтального формата, который симулирует туа театральную сцену. И отсюда и как раз пошла идея, это шоу с гитлой. То есть для начала главой моей книги. То есть как бы симулирует о том, что театральная икона открывается, и вы читаете действия моей книги, то есть рассказывается о новой сцене. Также в эту главу я дала название. Это краткая название, которая намекает о том, о чем будет рассказывать, и тем самым интригует читателей, что будет. Их аналогия так, чтобы ориентироваться в какой-то главный процесс. Их аналогия так, что будет. Завершается моя глава, соответственно, закрытием записи. Так, переходим. Это один из разворотов книги, разворот с фотографиями. Такой разворот, это несущий в себе основную информацию по сезоне. Их старый основной текст, подкреплен дополнительной информацией. И какими-либо цитратами, высказываемыми, относящимися к Дягире или самому Дягире. На таких разворотах, фотографий всегда три. Они идут некой волной по всем разворотам, символизируя кружок парерины, который, скажем так, скачет по моей информализированной лицеатральной степи. Далее переходим к назвалку балет. Тут я уделила особое внимание одному балету, который был наиболее важен в этом сезоне, уже более интересен. И по такому же принципу. То есть основное содержание, дополнительные факты, какие-то интересные и какие-либо цитаты или инстанции. Справа или слева находится иллюстрация, эскиз, эскиз этого занавеса или декорация этого балета, чтобы демонстрировать читателю в каком художественном стиле, какое художественное направление было. Завершает нашу главу разворот траница. Это тут я уделила особое внимание всем лицам, окружающим Сергею Павловичу Ягину. Так как без этих лиц просто-напросто, которые принимали непосредственно участие в создании русских сезонов. И также это подтвердено некой цитатой или рассказой каким-либо образом, касающейся этой личности. Вы заметили, на всех узородах присутствует некий персонаж. Эти персонажи взяты из иллюстрации костюмов балетов. То есть балетов в основном было великое множество, соответственно, костюмов тоже было много. Они были красочные, будоражили фарижскую и европейскую публику. И было бы ошибкой не поместить этот элемент в свои книги. То есть непосредственно задействовать читателя по всем аспектам, он воспринимал информацию. Я не стала уделять целую главу по Сергею Павловичу Ягину. Так как посчитала, что есть достаточно много изданий, биографий. Я лишь хотела показать его личность, его характер. Так как именно его личные качества способствовали формировать, создать русский сезон, такие, какие мы знаем, ну и не знаем. Я поместила, разбросала по всем залогам цитаты, его дядя, его близкое окружение. И в начале книги посредоточила вместе, на одном листе, его цитаты на нем. Я бы хотела рассмотреть в таком факте, что русский сезон – это лишь исчисление. То, чем исчисляла свою деятельность дядя. На основе его, в рамках русских сезонов, детищем был именно этот балет. То есть балет – это то, что вдохновляло, то, что он творил, привносил новаторство. Бабера тоже ставилось, но скорее только потому, что этого требовала публика и наносила денежную диагностику, что было немаловажно. Балетные постановки ставились с 1909 до 1929 год, соответственно, 20 лет. И на этом факте основывается построение моей модульной сетки. То есть сет модуль 20 на 20. Такая сетка позволила структурировать мое здание и держать композицию в одном художественном стиле. На всех окровах всей книги, на всех озоротах главный элемент, т.е. текстовый элемент всегда занимает определенные позиции. То есть основной текст всегда занимает себя семей-черит, дополнительные четырем. И цитаты или сказы всегда на секунду 11-черит. Так, обложка. Задача у нас садилась достаточно вместить красочную обложку, чтобы она привлекала внимание. Был взят этот занавес, который запрещает себе три байкета, шиферизата, петрушка или жар-птица. Этот занавес призван в принципе как олицентровляющемся все художественное направление в русский сезон. Название выложено из персонажей перед тем трем варень. А сзади дана аннотация, когда вы издать читатель, теперь именно на одном издании. Спасибо за внимание. Спасибо. Я одну выпустил. Так, друзья, переходим к вопросу. Я так понимаю, что вы создадите. Да. Решение у вас было на основе какого-то издания или вы сама собирали издание? Да. Это основывается на практике содержания книги Шэнси Стрима «Диагерев после сезона «Новсегда». Верстки вы здесь используете левую выключку? Да. Это специально, преднамеренно? Да. Чтобы... ...в тех лицовых блоках у вас такого размера? Да. Потому что выпучка по всем краям, она слишком много была. Этого я не хотела. Очень... В другом смысле я в композиции книги. Что... Ну, мне очень нравится. То есть, это такой маленький нюанс, который... Я большинство читателей будет не заметен, но при этом он играл свою роль в композиции. Ну, как можно сочетать, там, в эту школу? Какой-то? Ну, порядочный будет смотрится. Если бы это был журнал... Ну, такая тема, то есть, я считаю, журнал, да, возможно. А книги, я считаю, что должны быть более структурированы. Более взято все за один таран. Все-таки в книгах как-то так и идет. То, что я совместила, как бы хотела показать, что это было и не по альбом с регистрацией, которые приятного разного быть, но и при этом... ...содержание. Переносный ракет. Переносный ракет. В какой-то словар. Ну, они нужны, как бы, при вытручке. Я просто спрошу, как вы что? Да, конечно. Вам пианили, что там сящее время, чтобы нормалов ... Прямо слова. Ну, а такое? Вы из ручки правого липа можете их держать, к желанию. Я бы это делала, потому что птицы визуально мне не нравились. Более засуществует текст, чтобы отцелился или протест. По тексту? Нет, просто не отцелился. Вроде да. Более встроенно смотрелось. Ну да, я не могу это обосновать, но это чтобы более смотрелось эстетично. То есть вырезала глаз в каких-то моментах, поэтому решила по всему вдаль. А у Вас тут будут кавычки, ёлочки и лапки надуманные порой? Да. Вы так задумали? А Геннадина, они мне не доверяют? Да, нет. Ну хорошо, тогда скажите, мне не туда доверяется. У Вас тут довольно-очень классическая вёстка. Чему длинная кире стоит? Скажите, пожалуйста, а как Вы думаете, можно вот на линию антикулу ставить, вот так слиниться, внищать? Там в начале книги? Может быть и нет, но мне так показалось. То есть Вы считаете, что можно, да? Константин? Ставец. Я просто спрашиваю. Ну да. Я не знаю, что Вы не успели, но очень приятно. То есть там очень много тактических. Каждые три сутки. Ну, у Вас объёмный труд, да? То есть это, конечно, иммунитацию, пойти и всё посмотреть. Ну, со временем, конечно, научиться. Ну, можно лучше. Да, я думала, себе быстрее учишься просто, да. В моём случае. Всё. Нету, 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 нету. Давайте к тебе это послушаем. Стремление в чёткости и композиционном построении каждого элемента проекта, умеренная лаконичность художественного решения, грамотное использование принципов коммунионного аккетирования, понимания места каждого элемента в рабочую структуру, все эти качества, отвечают к работе юлимобилем. Работа юлимобилема можно признать выполненной на высокопрофессиональном уровне одипломнику заслуживающей освоение квалификации и дизайнера графика. Да, 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 да. И у нас сегодня другие элементы, мы должны проводить приличности наших юлимобилей. Ну, мне всегда очень приятно, когда студенты выбирают какие-то темы связанные с культурным наследием, потому что у меня тоже эта тема всегда. И вот Юля, начав с каких-то, может быть, таких немножко несмелых заходов, то ли про моду, то ли про что-то, за время проектирования настолько увлеклась вот этой вот темой русских сезонов, да, эстетикой теми художниками, которые работали с Дягилевым. В чем я вижу, что она все время узнавала что-то новое по ходу проектирования. И настолько втянулась, что сейчас я вижу немножко другого человека, немножко такой мрачной девушке, которая ко мне пришла в сентябре, сменилась на человека жутко одухотворенного, светящегося изнутри, да, начинающего говорить о Дягилеве, о театре, да, вот того времени, о тех художниках, которые работали в театре. И вот я вижу, как у нее сияют глаза. И, на самом деле, это самая большая, наверное, благодарность, которая может быть за нашу структуру. Потому что, когда человек настолько втягивается, ему становится настолько интересно, то получается настолько же, на самом деле, хорошая работа. Спасибо вам большое. Спасибо. Продолжайте расти, да? Вам не теряйте сейчас. Спасибо. Спасибо.